Ужасно! Тут невозможно, что тут крысы ходят прям днём и ночью. Местом крысиного променада стал частный сектор в тракторозаводском районе. Рядом их милый дом, свалка в балке. Строительные, химические, бытовые отходы, всё смешалось на склоне реки мокрая мечётка. С дождями всё вредное окажется в ней, а после и в Волге. Таких украшенных человеком мест в Волгоградской области кажется бесчисленное множество. Но специалисты всё же посчитали. 1147 стихийных свалок. На десятки больше, чем год назад. Хломили и будем, говорят волгоградцы. Конечно. А куда ещё выносить? Там приходишь, там ящики эти полные. Ну, приходится выносить сюда. Не пойман, значит, не мусоришь. Об этот принцип спотыкаются защитники экологии. В прошлом году за испорченное лицо Волгограда мэрию наказали штрафом в 10 тысяч рублей. С обычных горожан даже этого не возьмёшь. Пытались вешать камеры рядом с захламлёнными местами. Именно поймать за руку конкретного гражданина достаточно сложно. Поскольку факт и бремя доказания лежит на нас, на госоргане. Я извиняюсь, не каждая бабушка ходит с паспортом вывалить эти отходы во враг. Где бесили, но был ком природы, в бой за чистоту идут сами горожане. Заметили, записали номера, пожаловались. Иногда срабатывает. Разбирали здесь у нас жилой дом и вывозили строительные материалы в зелёную зону. Наказали водителя административно за это. И заставили вывезти всё это назад. Бдительней соседа и инспектора нет. Ведь почти каждая бабушка знает, что рядом живущие бросают во враг. Кто выносит мусор в эту балку? Вы видели когда-нибудь? Ой, да все улицы вносят сюда. У меня печка, я жгу. А бумагу тоже жгу. Такие безотходные технологии для частного сектора редкость. Контейнеры далеко, объясняют волгоградцы привычку мусорить. А так называемый бестарный метод, когда мешки с мусором забирает машина, подходит не всем. Конечно, людям удобно. С утра идёшь на работу, выкинул в контейнеры, знаешь, что его заберут. У нас как-то какого-то мусорки-то нет. Кто как может, тот так и бросает. Машину не поймаешь, эту мусорную. Я вот её раза два с ней видела, он тут где-то проезжал и всё. Бросай куда удобно. Это правило в Кировском районе действовало долго. По результатам операции отхода его признали самым грязным в городе. 70 несанкционированных свалок вне конкуренции. Ещё недавно эта свалка в Кировском районе была своеобразной антидостопримечательностью Волгограда. Считалась чуть ли не самой крупной в городе, занимала площадь примерно в тысячу квадратных метров. Мусор валялся по всему склону балки отрада. Но уже сегодня видны следы недавно проделанной уборки. Как говорят местные власти, для этого пришлось задействовать тяжёлую артиллерию. Приезжали даже экскаваторы. Где удалось, мусор собирали вручную. Но остались труднодоступные места, где хлам всё ещё на месте. Районные власти уверяют, это не навсегда. Эти свалки у нас пошли по облаковой природе, по предписанию. Они все у нас выявлены, и все мы их железно уберём. Кстати, свалку в балке отрада расчищали буквально под прицелом. Жильцу этого дома крепости не понравилось, что кто-то покушается на его аккуратно выброшенные сокровища. И открыл стрельбу. Никто не пострадал. Хозяину дома дали 15 суток. Но и этого времени для тренировки экологического мышления может не хватить. Из 9 тысяч частных домовладений, значит, лицевые счета, выдаётся 6 тысячам 300. То есть, где-то порядка 2,5 тысяч у нас, так сказать, вопрос пока не решается. Жители отказываются заключать договора на вывоз мусора. А ведь цена вопроса всего 62 рубля с человека в месяц. Но бросить ненужное во враг вообще ничего не стоит. Мусорным рекордсменом Кировский район стал не только из-за жителей частного сектора. Примерно четверть контейнерных площадок здесь в совместном пользовании на две управляющие компании. К примеру, вот эта на Кирова 104 долго была завалена отходами до отказа. В основном у нас случаи бывают нарушения и засорения контейнерных площадок там, где у нас несколько управляющих компаний на это занимается. Почему? Потому что иногда у нас вывоз мусора твёрдого бытового не совпадает по времени. То есть, два контейнера забирают, а один или два остаются в следующей компании. Как оказалось, вопрос решается под лёгким нажимом местных властей. В районе ввели единое время вывоза мусора для всех УК. И площадки уже выглядят вполне прилично. А такая чистая идея, как недавние месячные благоустройства, обернулась всплеском жалоб в Роспотребнадзор. Поступило около 40, сразу после тотальной уборки. Волгоградцев в основном возмущало бездействие управляющих компаний и иногда районных администраций. Убранный в скверах и на улицах мусор не торопились вывозить. Итог – штрафы в 149 тысяч рублей. Свежим взглядом на проблему стихийных свалок в Волгограде и области посмотрела и природоохранная прокуратура. Только за весну её сотрудники нашли незаконные горы мусора почти в каждом поселении Городичинского и Среднеоктубинского районов, а также во всех частях города Героя. До конца августа их нужно убрать. Проблемы в этой работе есть, потому что главы муниципалитетов в основном даже при рассмотрении судебных дел заявляют об отсутствии денежных средств на ликвидацию отходов, но отсутствие денег в бюджете поселения не является основанием для неисполнения законных требований. Бездействие чревато как минимум штрафами, максимум сроком до двух лет. Поэтому чаще местные власти свалки всё же ликвидируют, но иногда просто закапывают проблему. Запрещенный приём применили недавно в Краснооктябрьском районе. Был установлен факт, что отходы не были вывезены с места захламления, а были присыпаны землёй. Данные факты были оформлены должным образом и материалы направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Пока многие мусорят, некоторые за ними подбирают и дают вторую жизнь ненужному. Волгоградец Роман Сибейкин из пенопластовых упаковок делает строительные блоки. Они легче привычных и шлакоблока. К тому же удерживают тепло. Да и сам процесс незамысловат. Собираем вот такие пенопластовые упаковки. Они потом дробятся на мелкие отдельные гранулы. Они были изначально в таком состоянии. И дальше смешиваются с песком, цементом, водой. Формуются и получаются строительные полистирол-бетонные блоки. Здесь же, в маленьком цеху, пластиковые бутылки, контейнеры и мебель тоже принимают необычную форму. Превращаются в тротуарную плитку и черепицу. Чтобы сырья хватало, а город стал чище, предприниматель установил специальные контейнеры для сбора пластиковых отходов. Сейчас во дворах Волгограда их примерно полсотни. Один такой заполняется где-то за неделю. Не быстро, но процесс, кажется, пошел. Стараемся как-то еще на самом этапе выкидывания дома в мусорное ведро бутылки поставить отдельно. А уже когда выходим, выносить, достаем и выкидываем мусор в контейнеры железные, а пластмассовые отходы отдельно. Но пока переработка пластика скорее волонтерство, чем бизнес. Вывозить собранное приходится самим. Специальной службы в городе нет. К тому же западные идеи предпринимателя столкнулись с русским менталитетом. У нас было установлено гораздо больше контейнеров, порядка более ста контейнеров. Половину из них у нас украли. Соответственно, где у нас их украли, мы их туда уже не ставим. Сейчас мы делаем еще другой, антивандальный, антикражный, так скажем. Чтобы мы не терпели убытков. Экологическая культура постепенно просачивается в умы волгоградцев. В корзинах для пластика всего 3% случайных отходов. И все же один в мусорном поле не воин, признает руководителя зеленого проекта. Чуть в сторону от Волгограда это совсем очевидно. У нас в городище вообще не то, что разделения мусора нет. У нас вообще практически уже месяца два или больше не выводится мусор совершенно. Абсолютно. Лежат горы по всему городищу. В этом году особенно. Уже, я говорю, просто завалено все городище, рассадник заразы. Лицо в Волгоградской области не изменится к лучшему, пока отходы не перерабатывают в масштабах региона. А от мусора избавляются по старинке. На данный момент существуют только полигоны для захоронения отходов. В Волгоградской области принята целевая программа по обращению с отходами, в которой планируется создание комплекса мусороперерабатывающих мусоросортировочных заводов и полигонов для их сохранения. Правда, это перспектива на многие годы вперед. Но некоторые перемены доступны для каждого уже сегодня, независимо от политических и религиозных взглядов. Я, если мусор выбрасываю, я всегда в мусорные ящики ношу. Всегда. Не ленюсь никогда. Потому что земля – это подножие Господня, а небо – престол Божий. Анжелика Антипина, Олег Журавский, Василий Кострыкин, Андрей Истомин, Алексей Лунёв. Телекомпания Ахтуба.